Здравствуйте! В наше время про картошку можно сказать, что это овощ с плохой репутацией. Картофель, конечно, прочно освоился в нашем рационе, но, несмотря на массовую симпатию к блюдам из этого продукта, многие как будто чувствуют вину, когда ее едят, а саму картошку все чаще дискриминируют. Она будто бы слишком проста, неполезна, влияет на вес и портит здоровье из-за сильной прожарки. Современные рекомендации диетологов разделяют ежедневный рацион на несколько категорий – овощи, фрукты, продукты с высоким содержанием белка, продукты с высоким содержанием углеводов, молочные продукты. Несмотря на то, что картофель является овощем, из-за крахмала он принадлежит к углеводной группе вместе с крупами и хлебобулочными изделиями. С одной стороны, страхи по поводу углеводов сильно преувеличены, хотя, конечно, высокое потребление, например, сахара, действительно может быть опасным. А с другой стороны, это совершенно не значит, что от картофельных продуктов нет никакой пользы. Как и другие овощи, картофель является неплохим ресурсом энергии, клетчатки, витаминов группы В, калия и витамина С. Крахмал действительно основной углевод в картофеле. Наш организм тоже приспособлен к эффективному извлечению энергии из крахмала. Например, в нашей слюне содержится фермент амилаза, ответственный за первую реакцию по расщеплению крахмала. Если положить в рот кусок обычного белого хлеба, пожевать и подождать, он станет сладким на вкус. Это и есть эффект действия амилазы. При нормальной функции поджелудочной железы продукты с высоким содержанием крахмала являются адекватным источником энергии. В картофеле, особенно в кожуре, содержится большое количество клетчатки, которая, в отличие от крахмала, не усваивается в нашем организме и играет в желудочно-кишечном тракте роль балласта, то есть улучшает по нему проход. Клетчатка также создает барьер для углеводов. Она замедляет усваиваемость сахаров из желудочно-кишечного тракта в кровь. Термическая обработка картофеля значительно изменяет концентрации и доступность питательных веществ, а также разрушает токсичные алкалоиды, свойственные семейству посленовых. Картофель, к тому же, является одним из важных источников аскорбиновой кислоты или витамина С. Содержание этого витамина в картофеле зависит от продолжительности хранения и времени года. Наибольшее количество витамина С в картошке остается при варении картофеля в шкурке или, как говорят, в мундире. Ну а меньше всего этого витамина в вареной картошке, обжаренной еще после варки в масле. В последнее время мы часто слышим, что от картошки быстро набирают вес, но на данный момент, согласно исследованиям, нет конкретных данных о каких-то веществах, ускоряющих процесс набирания веса в результате поедания именно картошки. Важнейшим фактором при набирании или потере веса является в первую очередь баланс питания и физической активности. Плохая репутация картошки совершенно не заслужена. Сама по себе она при правильном приготовлении не только очень полезная, но и вкусная, особенно только что приготовленная в домашних условиях.